Иван Михайлович, у меня предложение, поскольку последнее занятие было месяц назад, давайте мы вкратце вспомним хотя бы основные определения. Начиная. То есть раздел называется «Оборот капитала». Вот давайте вспомним, что такое оборот капитала и с чего он складывается. Могу начать. Значит, оборот капитала – это разбирать свои прежние процессы. Ну да, только немного развернуть надо это определение. Это движение капитала, оборот – это движение, в процессе которого он сменяет свои формы функциональные и возвращается, как вы правильно сказали, к исходной. А этих форм мы знаем три. Денежная форма капитала, товарная и производительная. И если мы по названию можем уже определить, с какими двумя сферами связана та или иная форма. А сферы у нас две – сфера производства и сфера обращения. Значит, производительный капитал, уже по названию можно догадаться, связан со сферой обращения, то есть производства. А денежная форма и товарная – это сфера обращения. Ну, вот первое – исходное определение. Да. Соответственно, капитал проходит, скажем, два периода. Оборот капитала состоит из двух частей. И с той части, когда капитал находится в сфере производства. Это время производства. И того времени, когда он находится в сфере обращения. То есть это денежный и товарный капитал. То есть оборот капитала складывается из двух составных частей. Из времени производства и времени обращения. И вот мы приступили к рассмотрению времени производства. Вот вы спрашиваете товарища. Вот так затыкнули. Что такое время обращения? Ну, что мы торопимся? Ой, фу! Что такое обращение? Что такое обращение? Обращение? Да. Это движение капитала. Двух его форм. Денежного и товарного. То есть из денежной формы в товарную, с товарной в денежную. Ну, грубо говоря, кухня и продажа. Да, совершенно верно. И с ценой капитала. Да. Поэтому мы закончили, точнее на прошлом занятии рассматривали рабочий период и время производства. И там очень простой такой вывод, что рабочее время есть всегда время производства. Но время производства не всегда есть рабочее время. Даже если кто-то забудет определение, можно по самому слову, по его понятию, содержанию догадаться. Рабочее время. Рабочее. От слова рабочий. То есть когда рабочий стоит за станком и делает деталь. Это рабочее время. А время производства, это более широкое понятие. Поскольку производство состоит из двух частей. Когда рабочий непосредственно изготавливает деталь. И когда, скажем, продукт труда подвергается каким-то процессам естественным, скажем так, в общем виде. Вот мы на этом закончили. Теперь нам надо пойти дальше. Немного рассмотреть время производства и время обращения. Ну вот все-таки давайте здесь вспомним немножечко. Это понятно, вы очень хорошо объяснили так вот просто. Вот Маркс писал, что что такое рабочий период? Это рабочий день, образованный из гада, последовательность, более-менее, многочисленных и связанных между собой рабочих периодов. Я называю рабочим периодом. Да, это правильное уточнение. То есть рабочий период связан с тем, что на выходе его готовый продукт. А рабочий день, это, скажем, 8 часов, который отработал рабочий. Если делается какой-то большой продукт, например, автомобиль, то за день его не сделать. Его делать, так сказать, несколько дней. И когда он выйдет готовым, это будет рабочий период. Да? Так, ну, сейчас, что мы рабочий период не разобрались. Время производства. Ну, мы начали время производства на прошлом занятии. И сейчас повторили, чем отличается время производства от рабочего периода. Глава небольшая. Марк сам больше, например, рассказывает особенности времени производства. Например, разных отраслей, сферы промышленности, сельского хозяйства или с нового хозяйства. Значит, Макс определяет длина производства, как время, в течение которого капитал связан с длине производства. То есть, вот скажем, если у вас там вы озимые посеяли, вам вроде работа, работу закончили, а и сжать и продать тоже нельзя. Капитал связан с длине производства. У вас вопрос был, Иван Михайлович, я не расслышал. Нет, это я просто не считал определение времени производства, которое ты, Макс, в этой дрове дает. Это время, в течение которого капитал связан с длине производства. Слышно меня? Теперь слышно. Ага. Ну, это просто пример, Макс, определение времени производства и все. Ну, да, совершенно правильно. Спорить не будем. Значит, Макс пишет, что основной капитал обычного длина производства и безупотребления во время перерыва в процессе труда. Если чье-то перерыве не зависит от продолжительности процесса труда, обусловленного самой природой продукта и способом его изготовления. Времени, в течение которого продолжительность подвергается более легенее продолжительным естественным процессам. Ну, это там зерно растет, пшеница растет, гряно в бочках дубеет и так далее. Продолжительное средство основного капитала также значительно больше отличается от того пригода времени, с которой он функционирует действительно производительность. длина. То есть, все-таки это замечание. длина. Да? Да. Длина. Длина. Конечно. 14-й глава, да? Да, время обращения. 12-й глава, время обращения. Значит, ну вот акт обращения – это изменение формы капитала «Деньги-товар», «Товар-деньги», то есть купли и продажи. И Макс пишет, что время оборота капитала равно сумме времени его производства и времени его обращения. Да, и время обращения, если по-простому говорить, складывается из двух компонентов, из двух частей. Времени продажи и времени купли. А не наоборот, Макс? Ведь вначале капиталист покупает средство производства, рабочую силу и так далее, а уже только потом произведет, а потом уже у него продажа. Да. В первом томе так. А во втором, когда рассматривается оборот, а это постоянно идущий процесс смены форм капитала, то все зависит от того, с какой точки вы скаканете вперед пойдете. А, ну понятно. Если вы стоите на торговом капитале, то вам надо продать сначала, получить деньги, и потом пойдет процесс купли. А если вы на денежной форме стоите, то вам, да, надо купить и так далее. Ну да. Наверное. Только я ничего не понял. А торговый капитал чего? Им уже тоже надо, чтобы что-то продать? Или нужно сначала что-то купить? Или чего-то я… Ну тогда мы будем спорить, что первично. яйцо или курица. Да. Все крутится тут неважно в каком месте. Это как науки логики. Да. Да. Вот, кстати, сам Маркс начинает эту главу с рассмотрения продажи. Да. Одна часть времени обращения, относительно самое важное, состоит из времени продажи. Так что, пожалуйста, все претензии, Иван Михайлович, к автору капитала. Да. Ну это понятно. Купить это с каждой дурак может, а ты ходи продай, что ты сделаешь. Да. Это точно. Так что, поэтому здесь Маркс прав, и я не буду здесь дискутировать. Вот. Значит, с действия сделок на хранение и т.д. может также заполучить добавочная затрата капитала. Ну а время продажи, оно зависит от отдаленности рынка, в частности, как пишет Маркс. И он также отмечает, что если, так сказать, здесь вы имеете в виду отдаленность не столько физическая, сколько отдаленность по возможности доставить товар. Если нет железной дороги, то это как бы более отдаленное, чем вроде более отдаленное место, куда идет железная дорога. Ну вот Маркс рассматривает этот фактор удаленности рынков и как бы раскручивает его. С одной стороны, удаленность рынков удлиняет время обращения и, соответственно, удлиняет время производства. А с другой стороны, он позволяет капиталу, так сказать, свои щупальца все дальше и дальше распространять в далекие районы, которые раньше не были охвачены капиталом. То есть уже за 3-9 земель, за моря везутся товары. Да, и он также отмечает, что… Я думаю, про его очень слабо интервью. …проекты, рассчитывая на местные сбытки и пивовары, развиваются в весьма крупных размерах, в размерах главных, транспортных заворачения населения. То есть те же хлебозаводы и там все эти города строят. А с другой стороны, развитие средств транспорта и связи приводит к необходимости работать на все более отдаленные рынки, короче говоря, на мировой рынок. В то же время, возрастает и та часть аптечного богатства, которое не стало, чтобы непосредственно служить средством производства, затрачивается на средства транспорта и связи, а также на основной оборотный капитал, требующийся для их эксплуатации. Уголь для паровоза и зарплата машинистов – это что, разве основной капитал? Не, а сам паровоз? А паровоз основной? Основной оборотный? Железные дороги, паровозы, танкеры, порты, газопроводы. Вот мне вот интересно вот такая вещь. Вот тут Марс отвечает, что много времени уходит на пересырку денег. Это самое. А почему тогда-то нельзя было, грубо говоря, безналично как-то взаимоучитывать? Телеграф-то уже в то время был при Марсе. Почему было тогда? А вот тут он пишет, что вот из Индии деньги в России. Ну вот он приводит там пример, расчеты распадаются на две части. Первая, когда покупатель должен оплатить товар, так? И затем владелец товара, продавший, должен что-то купить. Так вот, уже в то время, если товар поставлялся по заказу, который был предоплачен, то фактически это мгновенно. Можно назвать этот платеж мгновенный. А дальше, да, и телеграфные были платежи. Или наличкой кораблем из Индии везли, пожалуйста, три-четыре месяца, по всякому. Три-четыре месяца Марс пишет, да. По всякому бывало. Что мало товара отвезти в Индию, надо еще из Индии деньги привезти. Так скажите, пастор, принципиально, если поглубже зайти, чем отличается вот этот пример, который был 150 лет назад, от того, что у нас в массе сейчас бывает, когда кто-то купил товар, но не оплатил. И потом продавец бегает месяцами, годами, до конца жизни и требует деньги, и так и не получает. Так что всякое бывает. Он не бегает сам, он бандитам одет, он нанимает их. Либо через суд, либо бандитам, либо прощает, да. Это параллельно. Ну вот тут Маркс отмечает, что эта заморская торговля, например, Венеция и Генуя, вообще составляет один из источников происхождения самой системы кредита. То есть тут вроде как был действительно кредит, то есть деньги занят, а потом, так сказать, их вот, они отдались как-то там. И это повлияло позитивно на срок вот этих платежей. Так. Различия в продолжительности времени оборота капитана зависят также от личины сделок по поставкам, разрастающие вместе с ростом объема и масштаба капитического производства. Договор о поставке представляет собой операцию, относящуюся к рынку, к свете обращения. Вытекающие отсюда различия, эти возникают в сфере обращения. Но они отражаются на сфере производства, и при том у них всякая зависимость от протяжа и других условий кредита. Но если фабрикант-кредитщик или владелец шахты берет на себя поставку такой массы продуктов, которая требует скажем четырехнедельного или шестинедельного периода следующих друг за другом рабочих дней, то по отношению продажительность того времени, на которое приходится авансировать капитал, это равносильно тому, как если бы в этом процессе труда был введен непрерывный рабочий период из четырех или шести недель. Здесь полагается, что заказанная масса продуктов должна быть заставлена разом. Далее вот тут интересно. Марк здесь, это не он сам пишет, это он цитирует. Из, 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 из кого же это он? Некого Кирхота, который пишет, в избытии продуктов самое главное все-таки зависит от человека, от самого продукта и от местности. Когда человек кроме сметливости и счастья введен достаточно оборотным капиталом, его не приходится полицать. Если он при необычайно низких ценах оставит лежать собранный урожай хотя бы на целый год. Я против, в кого отсутствует оборотный капитал или вообще до степуляции, тот будет стремиться получить заурядную среднюю цену и следственно будет продавать, как только ему представится случай. Ну и заканчивает Марк эту главу тем, что экономисты забывают именно ту часть, которая постоянно существует в виде денежного капитала, хотя как раз это обстоятельство очень важно для понимания буржуазного хозяйства и потому дает себя знать также и на практике. Ну вот 14-я глава, не знаю, почему-нибудь я существенно упустил. Там еще одну особенность Марк отмечает то, что в любом случае практически всегда какая-то часть капитала находится в сфере обращений, это обязательно. Либо в виде запасов готовой продукции, либо в виде денежных средств. Ну давайте посмотрим любой пример из сегодняшней практики. Возьмем любое капиталистическое предприятие, кроме завода, где стоят и функционируют станки, и рабочие за ним, и склады продукции, есть банковские счета. Ведь у любого предприятия, правильно? И на эти денежные, так сказать, расчетные, текущие счета поступают деньги и с этих счетов всегда идут какие-то расчеты. То есть постоянно идет движение, ежедневно. И какие-то остатки денежных средств существуют. То есть вот этот процесс, он безостановочный. там. Вот. И вот, так сказать, грава пятна, в граве пятнадцатом переходим, время и обороты на величину авансируемого капитала. И вот здесь Марк, и об этом и пишет как раз, что вот мы выложили капитал, мы произвели продукцию. А теперь на старое время ее продавать. И вот что же здесь делать? Вот пока мы продаем эту продукцию, пока мы ее не продадим, мы не можем заново запустить цикл производства. У нас же нет денег, чтобы платить зарплату там. Ну, наоборот, на капитал. Основного капитала у нас есть, а средственного оборотника капитала у нас нету. И вот здесь Марк разбирает. Что он здесь разбирает? Кто-нибудь читал? А задания не было, пятнадцатую главу. А что мы будем делать? Да, как-то вы забежали далеко, Иван Михайлович. Да. Нет, мы должны были две главы рассмотреть. Пятнадцатую, домашнее задание не было. Ну вот. Это вы у нас убежали вперед. Давайте задание. Иван Михайлович. Ну что, пятнадцатая? Сейчас. Так, у меня пятнадцатая. Влияние времени оборота на величину авансируемого капитана. У меня предложение пятнадцатую, шестнадцатую и семнадцатую. И то, что вычитает самое интересное и важное. Вот это и обсудить. Пятнадцатая. И мы закончим весь раздел. Ну это круто, да. Это когда у нас будет двадцать пятого, это мы в сентябре уже раздел закончим. И начинается после этого отдел третий. Распроизводство и обращение всего общественного капитала которого вы найдете в любом виде. У меня есть главная эмоция. У меня есть главная эмоция. Хотя gouvern barrel. Что это было со мной. Вот просто, я иду. Продолжение следует...